К участию в научно-практической конференции пригласили студентов, ведущих ученых, представителей предприятий космического машиностроения, ветеранов космической отрасли и космонавтов. На церемонии открытия немало говорилось о гении Циолковского, о том, как он сумел оказаться на столько шагов впереди своего времени. Когда светал, вернее, там оказался, я только там понял, что человечество обязательно полетит в космос. Это вот та дорога, с которой, как бы мы не хотели свернуть куда-либо в сторону, мы не свернем, потому что там мир, в котором мы живем. Наша Земля – это маленький островок, и мы должны узнать о нем как можно больше. Но это я, оказавшись там, пришел к этому убеждению, а как Константин Эдуардович пришел к этому убеждению. Переоценить значимость теоретика космических полетов невозможно, а именно его трудам мы обязаны тем прорывам, которые позднее совершила советская наука. Наша страна первая сделала шаг в космос. И сегодня тоже продолжает сохранять лидерство в этом направлении. Ну а наши космические победы, конечно, были бы невозможны без Циолковского, без его трудов и без его мечты о покорении Вселенной. Наша с вами задача – сохранить память Константина Эдуардовича. Вот лично для меня Циолковский – это еще и книги Беляева, которыми я в детстве зачитывался. Это потрясающий, великолепный, невероятный фильм «Укращение огня», кадры, из которого мы сейчас видели. Еще огромное количество событий в жизни. Вот подобные вещи нужно создавать, развивать, сохранять память и вдохновлять новых и новых покорителей космоса. Приехал в Рязань и правнук Циолковского Сергей Самбуров. Он продолжил дело своего предка. Теперь занимается разработкой систем для орбитальных станций, готовил космонавтов к полетам. Очень приятно, что и на этой Земле еще и студенты делают свои спутники, с нашей энергией совместно запускают. Сейчас два Циолковских летают вокруг Земли, два спутничка, передают приветствие голосом Циолковского, ну и изображение передают и проводят научную работу. Конечно, очень это здорово, что у вас растут и кадры. Дело Циолковского продолжают современные ученые, перенимая опыт, вдохновляясь гением. А на Рязанской земле празднование юбилея продолжится в Ижевском, на родине ученого. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова